Вы объясните результаты на вот этом примере двойного маятника. Что там происходит? Как Вы выбрасываете какие-то соотношения между массами и параметры? Как все это выглядит? Нет, например, с массами. Первый пример, это просто... Если вы представили, вернуться к пятному. T, T, E, N – это некоторые параметры, связанные с параметром маятников. Это дожденный параметр. А дальше я получаю вот такую вот систему уравнений. Систему понятно, все. Сейчас я скажу, что я делаю. Дальше я что делаю? Если ню определенных интервалов меняем. Кстати, я ню фиксирую, да? Ню – это параметры. Но если он везет пределы, то тогда функция f имеет точки поворота. Она вращается вновь. Значит, ну и что делаю дальше? А эпсилон для данной задачи – это отношение длины. Значит, если длина второй маленькой и маленькой, то получается следующее. Существует эпсилон больше нуля и эпсилон большое аж, который состоит из такого интервалчика минус отсчетное объединение некоторых отрезков. Да? Очень маленькой длины. Очень маленькой длины по параметру эпсилон. И что тогда? Тогда. Такая система обладает траекторией, которую я описал в следующем режиме. То есть рассмотрим начальные данные. Маленький первый, небольшой, как бы качается, а второй маленький вдоль этой линии. Значит, здесь есть моменты времени, когда эта функция ряд обращается в ноль. Она, условно, динамика первого маятника. А что это соответствует с точки зрения механической? Какое движение соответствует этому точке поворота? Что в этот момент? Ну, сила тяжести его надешивается... ...соединяем сюда. Как это выглядит на картинке, когда мы видим, как маятник качается? Ага, я еще раз говорю. Мы это видим. Потому что взрываем маятник качается, и этот маятник, он его перескакивает вниз. Получается, что здесь система такая, здесь большая масса, а маленькая вот здесь. Можно не перескочить, мы сами можем показать. То есть есть траектория, которая перескакивает, а которые не перескакивает. Дальше она, естественно, может перескочить, а может не перескочить. Допустим, здесь она перескочила. И только по порядкам последовательности этих перископов я могу узнать в произволенный образ. Как это связано с параметрами? На самом деле, вот такого сорта результаты, ну, например, вот Алексеевов в 1962-1963 годах, да? Владимир Хаусс, да? Вот они как-то с этим перекликаются. Да, много результатов, называются, по-моему, multi-pump на английском языке, то есть много прыжковых траекторий. Значит, тут вопрос в следующем, что результат будет окажен, когда функция f не обращается в ноль. И еще, множество этих экционов у вас не пусто? Так я и говорю, не пусто, потому что это очень маленькая. Личина. То есть можно от этого номера? Ну, видишь, что суммарная, суммарная величина оценивается. Она от номера зависит, значит, что меньше, чем меньше становится. Ну, грубо говоря, у вас такая ситуация. Вот у вас... Общая двумя посчитана, да? Да, 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 да. У меня это меньше, чем... Да, да, гораздо двумя. Она экспериментальная, малая. То есть, с моим... Каждый отрезок экскринцелью мы... Еще она... Экскринцель. Суммарная! Есть 0, да, здесь экслон нулевой. Если я зафиксирую, то это экслон на 1 меньше, чем экслон нулевое, да? То суммарная длина этих интервалов... Меньше, чем экслон, минус ц делить на экслон на 1. Вот так. Ну, совсем маленький. Вот этих множеств я не рассматриваю. Я просто рекомендую. Можно ли сформулировать? Значит, вот вы пишете все в лагранзовой форме, хорошо. Можно написать в гамильтоновой форме, да? Тогда получится быстромедленная система гамильтонная, правильно? Да, да. Ну, как обычно, там бывает медленное многообразие. Вот точки, вот эти вот, ваши точки поворота, это не соответствует тому, что у вас срыв с медленного многообразия происходит? То есть, где, так сказать, медленное многообразие имеет особенность проектирования на медленный многообразие? Да, именно так. А? Именно так. Именно так. Так. А тогда вот эти вот движения, они чему соответствуют? Это какое движение? Около точки вот этой вот срыва или как? Там же система гамильтонова обычно? Нет. Чего там происходит? Ну, то есть точки x, ну, да, какие-то две точки, да, произвольные, x1 и x2, они могут находиться друг от друга очень далеко. Но дело в том, что, что происходит? Когда функция f положительная, у нас, ну, как говорят, вот так вот, да, вот ровно. Я так, пусть вытрирую, да. Вы бы разумеете, что? Быстрою систему, что? Да. Когда отрицательная, но оборот. Вот так, да? Тут происходит перескоп изменения, да, тип положения равновесия, да? Ну, и вот существует решение, которое соединяет произвольные стационарные точки, реально функцию, критические точки. Нет. Это локальная ситуация. Нет, 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 это локальная ситуация, знаете, понимаете? Здесь вот, если бы параметры тау рисовать, да, то здесь вот есть вот случай, когда тау равняется тау к л, какой-то критической точке, да, ну, и вот происходит в окрестной точке тау к л, вот такая вот, ну, это не глобальная динамика, правильно? Динамокатрами. До семнадцать часами. Да, ну, что-то на офере риску пришло, правильно? Да? Да. Решения, которые идут на офере… Да, если называться… Да, если называться… Поскольку система здесь еще обратима, то поэтому, естественно, они, так сказать, прогулы, ну, понятно. Спасибо. Спасибо.